Посмотрите на меня, я не террорист, не бомбист. Я веду публичную деятельность, учитель. Ну вот такая угроза государству. Буквально накануне 23 числа мне предложили часы совместителям в частной школе. Я согласился и подумал, что, кстати, диверсифицировать доход, разные источники, мало ли что произойдет. Спросил об этом у директора. Директор сказала, что он не против, если хорошо платят тебе. Я говорю, ну я же понимаю, что могут попросить вас меня уволить. Мне сказали нет, ну что-то никогда такого не было. Прошло 23. В понедельник со мной разговаривали, просили все удалить, прекратить. Оградить, мотивировали все это тем, что школьники прежде всего смотрят меня. Но то, что любой человек и школьник, чего он только не смотрит в интернете, и где выражаются более грубо, чем я, насколько я вообще грубо выражаюсь, и, ну, наверное, менее грамотно, чем я. И призывают, увы, к разным вещам. А я в своих высказываниях все-таки более корректен, предполагаю. Но говорили, что плохое влияние я оказываю на них, надо удалить другую страницу, прочее, чтобы школьники не видели этого, и вообще прекратить все это. Во вторник в частной школе, где успела отвести 5 уроков, вызвала директора к себе, попросила оставить телефон в приемной, сказала, что и влиятельные люди звонили, и я оставлю крест на своей карьере, если выберу вот этот путь. Она не уточняла, насколько влиятельные люди? Уточняли, очень. Ну и, как понимаю, что и директора муниципальной школы, на школы также звонили влиятельные люди. В муниципальной школе был человек в штатском, который не представился и сказал, что я умный человек, разумный, и так должен догадаться, кто он. И тоже меня убеждали в том, что неправильно я поступаю. Ну, в общем, документы у меня принять не успели в частной школе, поэтому тут же рассчитали, не обидели, все как договаривались, но я сказал и свой выбор сделал. Я правильно понимаю, что было так? Была беседа, на которой вы общались с директором, и на которой был человек в штатском. Да. И то есть вас во время этой беседы просили удалить посты? В том числе. И в противном случае грозили увольнение? Ну, тогда еще так прям не грозили. На следующий день, ну, объясняли, чем может обернуться, что это нарушение профессиональной этики, а потом на следующий день, там, через день уже показали места в уставе лицея, есть на сайте устав лицея положение профессиональной этики, которые можно трактовать в пользу того, что... А вы сами считаете, что это нарушение этики? Ну, я считаю, что, конечно, определенная доля лицемерия тут есть. Когда у нас молодая гвардия, наши и прочие школьников и студентов вуза раньше выводили на свои акции, это нормально. А когда я не в школе, а просто веду, ну, свой блог, где высказываю свои оценочные суждения, всегда подчеркиваю, что ребята, не стоит принимать участие в каких-то прогулках, в политических действиях, всегда подчеркиваю. То это вот прям разлагаю я вам. Я так не считаю. Но у меня другой взгляд, в отличие от власти, на то, что происходит. Я за конкуренцию и диалог. А власть говорит о том, что большинство, оно должно быть подавляющее. И подавлять должно меньшинство. А любые, кто думает иначе, иностранные агенты и сеют смуту. Вы можете рассказать, как сформировались ваши политические взгляды, в целом политическое воззрение? Ну, это обстоятельный разговор, потому что интерес политики, наверное, с 14 лет у меня был. Еще гуляя с друзьями во дворе, мы обсуждали Советский Союз, Российскую империю. Мне были близки разные взгляды. Я читал разные программы, партии, молодежные субкультуры. Поэтому постепенно формировались. Большую лепту внес исторический факультет РГУ, когда я еще поступал. То есть, когда ты изучаешь всю политику сквозь призму истории, и уже критически изучая разные источники, то многое встает на свои места. Но основные идеи свободы, справедливости, демократии, они близки, мне кажется, каждому человеку. Хотя слово либерализм у нас ругательное в стране. Либералы. Но если спросить, а кто такие либералы, в чем именно ценность этой идеологии? Свободы, слово, уважение другой точки зрения, то, думаю, навряд ли кто-то захочет, чтобы ему закрыли рот, и все ходили с троем скованной одной цепи. До периода зрелости это нормально. Это происходило, ну, в частности, допустим, в какой-то момент мне были очень симпатичные левые взгляды. Но изучая период Сталина как историка из Советского Союза, если раньше в школе я думал, почему такие учебники, как так пишут, ну, вот плохое, об этом периоде было много и хорошего. Когда сопоставляешь хорошее и плохое, смотришь источники, то после этого, ну, как бы желать вернуться, как некоторые призывают, СССР 2.0, все-таки уже, ну, по-моему, нельзя. Я, во всяком случае, не мог. Еще вопрос. Как вы стали учителем? Как вы решились, и как вы становились учителем, если поэтапно? Ну, случай, как говорят ученые, это непознанная закономерность. То есть решение, можно сказать, было ряд случаев, которые привели, наверное, к закономерному. А какие случаи? Ну, самые первые, о котором я всегда говорю, что две одноклассницы, независимо друг от друга, сказали, что видят меня учителем в будущем. Хотя я на тот момент вообще не рассматривал эту профессию. Хотя очень любил историю. Но, чтобы стать учителем, я участвовал в Олимпиаде по истории в Батайске. Первое место в городской занятии. Но также у меня было третье место в городской Олимпиаде по биологии. Биологом я хотел стать где-то класса до седьмого. Потом общественные науки интереснее стали. Вот я видела часто, что людей, которые сейчас выходят на протесты, на акции, их обвиняют в том, что они плохо знают историю. Вы, как историк, что по этому поводу думаете? Наверное, я чуть-чуть знаю историю. А ведь все равно выхожу. Нет, ну да. Люди, которые выходят... Ну, понимаете, как историк я скажу, что для большинства людей история — это мифология. Это образы, которые внушают. Сталин как мудрый вождь, который олицетворяет собой мудрость, силу и справедливость. И на плакатах его изображали ростом с меня, под два метра. Хотя у него рост там 158 сантиметров и лицо изъеденное оспы. И говорил он сильным грузинским акцентом. Но на плакатах его изображали так, что танки там маленькие, где-то у него в ногах, а он такой ведет Советский Союз вперед. История, она сложнее, чем представление любого из нас. И меня также. Я всегда, и когда работал учителем, говорил ребятам, если вам кто-то скажет, что знает точно, как было в прошлом на самом деле, берите вилку, снимайте с ушей лапшу. Очевидно, что уже люди подходят к какой-то точке. Когда низы вообще не могут, а власти надо что-то делать. В общем, власть в центре, она связана с окружающим миром, и она должна, из своего центра, она должна принимать вызовы. И на них гибко реагировать. Если она перестает гибко реагировать, то она не успевает адаптироваться к изменениям окружающего мира. И она в результате сама становится нестабильной. Вот, по-моему, то, что сейчас происходит. Должны быть механизмы для власти, как она не утрачивает связь с реальностью, с реальными настроениями людьми, людей. Чего они хотят? Что запрос есть на свободу, на сменяемость власти, на дискуссию. Люди готовы участвовать в политической жизни. А этого, видно, власть не учитывает. Это прискорбно. Ну и когда законопроекты, пенсионный возраст, пакет яровой, ограничение просветительской деятельности, что сейчас в скором времени пытаются ввести. То есть все эти запреты, запреты, запреты. И, ну, конечно, когда человека травят, сажают, для этого или зеленкой поливают, бьют нагайками казаки. Ну, возникает вопрос, а что же он такого сделал? И вообще, можно ли так поступать с человеком? По-моему, нет. Я не говорю сейчас там о политической ориентации, о том, там, черном пиаре, что сейчас на всех ушат просто вылили. Ну, просто вот поступать так, как бы ни думал человек. В чью сторону? В черный пиар в сторону Алексея Навального. То есть, как его представляют телевизионные СМИ. Независимо от всего этого, я считаю, что угрожать жизни человека, его здоровью, это недопустимо. Вот, недопустимо. Ну, и сам образ, который у нас был, руководство, он теперь подточен расследованием Алексея Навального. Это тоже на всех людей повлияло. Вот. Для себя решил, что, ну, настал этот момент, когда надо выбрать, я писал о нем в инстаграме, и всем говорю, между ценностями, идеалами и мирским благом. Были сомнения, идти или не идти? Просто я так понимаю, вы сами понимаете, что вы учитель, то есть, и к вам возникнут вопросы, скорее всего, будут какие-то проблемы. Вы сразу решили идти, или все-таки долго сомневались? Нет, я, у меня такой характер, близкие мои знают, что я настолько упрямый, но при этом я готов к дискуссии, к диалогу. Но если я понял, что где правда, ну, я могу ошибаться, я могу быть неправ. Но человек живет тогда, когда он действует и принимает решения и понимает о последствиях, то есть готов к ответственности. Вот у меня все это сложилось, и я решил, и я так сделал. Обыски. Как это было? Вот первый обыск. Первый обыск, ну, как уже известно, наверное, слушателям, читателям, что он, первый обыск был в квартире моей бывшей супруги. Это моя квартира, где я прописан, но проживает она там с ребенком. Я там не появляюсь, только, ну, когда-никогда ребенка увижу. И первый обыск был у нее. Ночью у меня телефон был на беззвуке, и я не слышал, что мне звонили. Вот. Позвонили сотрудники или звонила жена? Сотрудник. Как потом понял, что вроде участковый звонил. И еще не было 7 утра, постучали, ОМОН, открывайте, дали ей ночнушку надеть. Но надо сказать, что в части сотрудников ребенка не разбудили. Вот. И никому, и журналистов не говорил, что ребенка разбудили, или прям, ну, я опасался, и супруга очень, чтобы это не было стрессом для ребенка. И это могло бы стать, но, к счастью, тут корректно себя повели. Ну, видно, там ничего моего нет, я с ней в разводе, как бы, и, в общем, она перепугалась. Ну, вот так вот первый обыск прошел. Ну, были представители Росгвардии ОМОН, следователь, совместно со следователем, как и у меня в документах есть, что были сотрудники ФСБ. Ну, и следующий обыск утром, в 7 утра, уже, к нам с мамой гости. Нужно сказать, что я сам был корректен, вежлив, пытался вести трансляцию, телефон отобрали, я никакого сопротивления не стал. Сотрудники ОМОНа были предельно корректны. Следователь также. Сотрудник, который не представлялся, но, судя по тому, что в списке, ну, в документе об обыске были сотрудники ФСБ, он совершал обыск и прям говорил мне о навальнятине и смотрел на меня таким взглядом, что мне казалось, что он физически готов меня уничтожить. Хотя я был, ну, вежлив, ну, я за диалог, дискуссию, обсуждение, не хочу я, ни насилия, ну, почему так относиться? Я, ну, он был прям, как зол на меня, прям, я это чувствовал, что прям, очень как-то относился. А сотрудники ОМОНа предельно корректно. Сам следователь так же корректно все проходило. То есть, лицом в пол меня даже никто не укладывал. Ну, я, смотрите на меня, я не террорист, не бомбист. Я веду публичную деятельность, учитель. Ну, вот такая угроза государству, что нужно ФСБ, полиция, Росгвардия. Дальше был суд. Мне вменяли то, что я создавал помехи, препятствия движению транспортных средств пешеходов. Ну, я сказал, что акция вообще, я по Пушкинской гулял, какие помехи, ваша честь. Ну, и мне хотелось бы сказать, что согласно нашему законодательству, я не должен оправдываться. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Поэтому, ваша честь вам это решать. Ну, ваша честь, судья, видно, взял на себя роль обвинения и показал мне фотографию мою, где 31 числа я иду в Ворошиловский проспект, Лермонтовская, по-моему, пересекает его. Там ларечек, и я иду, рядом девушка, и место, ну, нет толчи и давки. Там люди ходят свободно. Я говорю, я пешеходам здесь явно никому не мешаю, с руками не стою, не за гаражем. И стояла машина. Я говорю, что она припаркована. Он говорит, нет, вы идете, это проезжая часть. Я говорю, позвольте, знаки дорожного движения вот там. Это, говорю, можно на месте все увидеть, но судья не стал этого делать и пять суток назначил. У вас нет опасений, что вас в ближайшее время могут снова задержать за что-то? Россия такая страна, что где ничего, ни от чего не зарекаются. Я по-прежнему говорю, что я не употребляю наркотики, не планирую сводить счеты жизни, оружие мне не нужно и вся моя деятельность открытая и публичная. Я беседую с журналистами, веду свой блог и меня, конечно, пугают, стращают, тех, кто рядом, пугают, стращают, но люди, ну, как бы, ну, правда, за что и почему так? То есть, если меня там на 20 лет упрятать в лагеря, то за то, что я делаю сейчас, преступление характеризуется степенью общественной опасности. Если это всерьез я главной угрозой то, что я делаю, то боже. Вы написали, что у вас есть уже планы и что о них скоро подписчики узнают. Секрет, не секрет, можете рассказать. Буду пытаться баллотироваться, избираться, стать депутатом Государственной Думы. В чем мое главное отличие от всех остальных? В том, что я иду теперь туда, наверное, как блогер. Блогеров раньше просто в Думу приглашали слушать. А представьте, будет блогер-депутат, который ведет трансляции заседания, ну не отвлекаясь, рассматривая, или советуется со своими подписчиками, с людьми в интернете по поводу принимаемых законопроектов. Держит руку на пульсе с народом, чтобы его деятельность становится более прозрачной, открытой, в том числе и частной. Но это новый мир, новая реальность. Но и вовлеченность людей в политику, кто его поддерживает, тоже возрастает. Я не получаю деньги ни от какой политической партии, ни в какой не состою, не был за границей. Вот я, вот, в том числе силовые структуры. Смотрите, я играю с открытым забралом, я опираюсь на людей, их чаяния, я хочу изменить что-то лучшее, хочу это делать законным образом, восстанавливая уважение к тем институтам, которые его теряли. Что вы готовы, чтобы изменить Россию? Что вы готовы сделать? Все в рамках закона и морали. Вопрос у меня стоял к моему последнему посту. Тот, который я прочитал в камере. Спасибо, что я именно в ней оказался и увидел. На что ты сделаешь, чтобы быть свободным? А вы бы как ответили? Ну, я же сказал, все в рамках закона и морали.